Здравствуйте друзья! Логично, что после разбора сравнения пары моделей с 5 и 6,5 дюймовыми басовиками, я предложу вам схватку тяжелой пары с 6,5 дюймов и 8 дюймов. Однако чистой двухполоски с 8 дюймовым буфером не оказалось, пришлось привлечь популярную и недорогую трехполоску Эдиков R2800. Эти модели конечно разных классов, если A300 это лакшери или мониторного класса колонки, еще и усиленная ленточным твитером, то в трехполоске 2800 задачу высокой верности звучания решали другим способом, разделением задачи. Басовик, освобожденный от голосового диапазона, вольготно ревет в поршневом режиме, на мидбасах, а трепетную середину исполняет специализированный 4 дюймовый динамик, к тому же на мой взгляд много лучше, чем в прототипе R2700. На высоких частотах этих моделей контрастны разные излучатели, в A300 это ленточники, а в R2800 простенький твитерок 3,25 дюйма. Однако не надо забывать, что качает его собственный усилитель, а сигнал идеально подготовлен аудиопроцессором. Это все равно, что кормить нас с вами красной икрой, станем толстые и красивые. В общем, в отличие от колонок с пассивными фильтрами, и A2800, и A300 спроектированной на зависти даже в ценовой категории A2800, звучание много лучше аналогов, собранных по старинке. Очевидно, что сшивки полос и вообще организация тракта у этих моделей разная, но целью сегодняшнего батла есть сравнение звучания по низким частотам. Функции объема – резонатор, а стало быть, закроем ты глаза на остальное и сосредоточимся на басах. Как же они здесь организованы и настроены? Для анализа настройки резонатора этих систем и сравнения я вызвал кривые АЧХ вуфера модели A2800, импеданс модели A300 и импеданс модели A300 тоже. Эти кривые позволят нам проанализировать, насколько по-разному настроены эти системы и чего от них поэтому можно ожидать. Я свожу все эти кривые на один график для удобства демонстрации, и что мы видим, дорогие друзья? Просмотрим сначала импедансы. Вот импеданс A300, выделена черная линия, с настройкой приблизительно 30 Гц, как я понимаю. А в то же время на резонатор A2800 настроен аж на 40 с лишним Гц, близко к 42-3 Гц, то есть значительно выше. Но при этом A2800 АЧХ вуфера имеет явный тренд в сторону басов, в сторону низа, в то время как A300 заканчивают работу еще до 100 Гц. Ну и у той и другой системы здесь еще есть резонаторы, то есть порты фазоинвертора, которые на кривых не указаны, а должны быть примерно на частоте настройки здесь. То есть, конечно, они шире будут иметь диапазон частот, я просто хочу продемонстрировать работу, собственно, динамиков. И вот как это выглядит еще раз. A2800 зеленая линия, это явно басовый именно динамик против A300, который частично басовый, но в основном, конечно, это мид. Его задача играть вот, собственно, до 3 кГц примерно, где к нему пришивается ленточный твитер. В то время как в A2800 к басовому динамику еще и большего калибра пришивается среднечастотный динамик, по-моему, где-то здесь на 200-300 Гц. То есть, собственно, голосовой диапазон, инструментальный основной диапазон, он не воспроизводит. Он освобожден от этой задачи. Этим, собственно, отличаются модели трехполосные, двухполосные. Тем, что дни задачи поделены еще более детально и более детально заточены работы каждого динамика. А в более дорогой, значительно более дорогой двухполосной системе басовый динамик должен справляться и с поршневым режимом, обеспечивающим, собственно, басы на частоте настройки его, видимо, резонатора. И, кроме этого, еще и играть, собственно, голос, петь голосом. С другой стороны, у него нет сшивки, например, которая может фатально повлиять на качество звучания. То есть, любая палка получается о двух концах. Если где-то прибыла, а где-то убудет. Соответственно, чтобы добиться высокого класса, модель должна быть значительно дороже. Двухполосная по сравнению с трехполосной в то же время. Ну вот, общего, в общем, ничего нет. Но для потребителя важно не как устроено, а как звучит агрегат. Вот это мы сейчас и проверим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok